Вот, например, ваш офис, где работает порядка 15 человек, офис, который занимается стеклопакетами, офис, который занимается, ну пусть даже тот салон красоты, который закрыли, какое-то маленькое кафе, которое закрыли. Вот два варианта. Первый вариант, в котором мы сейчас живем. Вот закрыли салон красоты, людей отправили по домам, без денег, без ничего. Или точно так же кафе. Если этот человек, ну, во-первых, вероятность того, что он заболеет, есть, она никуда не делась, потому что маршрутки ездят, лифты ездят, в магазин ходить надо, все равно родственники общаются, потому что возможности нет, надо поехать в село за какой-то картошкой, как-то выживать и так далее, и так далее. Искать какую-то подсобную работу, потому что люди без денег. То есть человек заболеть может, вероятность практически такая же. Но если он заболеет, как я уже говорил, да, без этой вентиляции легких, это стоит 5 тысяч гривен в день, с вентиляцией 10 тысяч гривен. Эти деньги у человека есть, нету. Кто ему может помочь? Никто. Теперь давайте другую схему работы в наших реалиях. Этот же салон красоты, это же кафе, ваша студия. Утром приходят на работу, везде антисептик, везде есть деньги на маски, на перчатки, на защиту сотрудников. Каждое утро и вечер сотрудники следят друг за другом, температура, малейшее где-то недомогание, все понимают, надо говорить. Возникла температура, возникла первый симптом. И работодатель, и весь коллектив отправляют этого человека в больницу. У человека есть деньги, он получает зарплату. Если нужно делать вот такую мощную терапию, половина зарплаты его, половина добавит работодатель, половину соберется, скинутся по тысяче гривен тот трудовой коллектив, с которого он вышел. Это вероятность того, и спасение людей от этой болезни, от другой, от третьей. Ведь у нас так, остановили транспорт, и три дня не может город решить, как доставлять к аппаратам гомодиализа 500 больных. Понимаете, у нас вначале делают, потом сталкиваются с трудностями. Вот не приедет больной гомодиализа один раз с почечной недостаточностью, не приедет к аппарату, умрет. И так 500 человек, и это только Киев, так это столицей не могут сделать. А по Украине аналогичная диабет, аналогичная сердечная недостаточность. Мы физически, то, что мы говорим, что мы спасаем людей тем карантином, мы их гробим по всем остальным болезненным направлениям. Теперь, я буквально три минуты, мне скинули с Кабмина последний вот инсайн человек мой скинул. Значит, что? Щойно Кабмін надислав Верховній Раді пропозиції щодо зміни бюджета. Знищується практически все. Зменшується дохід бюджету на 115 млрд. Збільшуються витрати на 96 млрд. Дефицит бюджету зростає в 4 раза. Покриття бюджету, вони планують здійснювати за рахунок внутрішніх займів, це знов таки кредит, і зовнішніх, внутрішніх 124, зовнішніх 130 млрд. Повністю, а тепер слухайте уважно, повністю ліквідовуються програми розвитку освіти в Україні, регіонального розвитку, субвенції, підтримка сельського господарства. Дорожні роботи зменшуються на 8 млрд. Тобто будівництва доріг в такому вигляді вже не буде. Повна ліквідація фінансування кіно, книги, культури. Урізаються витрати на спорт та людей з інвалідністю. Це з приводу того, якщо ми говоримо, що ми за людей думаємо. Тобто ми інвалідів фінансувати не будуть, хай помирають. Знищення повністю субсидій на фінансування Українського культурного фонду. Це ми знищуємо, самознищуємося як нація. Ну і остання риса скасується фінансування місцевих виборів. Тобто їх може і не бути. Ну то вибори то таке, але вони не будуть тоді існуючі ради мають продовжувати. Вони не будуть відповідати будуванням людей на своїх територіях. Але це вже таке питання. Але оці всі знищення, це за всім, знов таки, стоять люди заробітною платнею, які підуть додому. Дорожні працівники, працівники культури, працівники освіти, всі ці галузі, що я перерахував, вони всі підуть додому без оплати. Дорожні працівники